Хочу сегодня показать вам небольшой обзорчик вот тех отельчиков это holiday home, bed and breakfast и просто отели другие которые я хожу здесь по пути и вот ищу себе временную работу сейчас кое-какие покажу которые удастся и немножко расскажу вам как это происходит эти видео я собрала не за один день они сделаны у меня в разное время просто показывала вам когда у меня была возможность ну вот потому что у меня спрашивают многие а как какую работу вы нашли уборщицей или горничной я уже не хочу и не буду работать слишком это тяжело и трудно да и потом вообще как-то знаете не хочу я опять с двумя высшими образованиями заниматься уборкой я не для этого приехала в англию чтобы здесь уборщица работать после 60 лет понимаете поэтому я все-таки стала искать работу более достойную сейчас такой небольшой как бы я вам подобрала небольшое видео из кусочков ну может быть составите представление куда несут меня мои ноги сейчас все-таки зайду зайду спрошу работу вот зашла вид это вот как раз открытый такой консерваторе которое у них смотрится вот так сейчас попробую найти ресепшен у кого-то спросить работу здесь еще одно огромное помещение вы знаете даже внутри мне больше нравится чем снаружи скажу я вам но и правда посмотрите как классно вот опять консерваторе с видом на океан это прекрасная беседка стал уже сервированы на ужин вот так вот еще одна sitting room такая чудная людей никого стойка бара классный камин и также вот это история с двумя кранами в любом месте и в квартире и в общественных туалетах вы встретите умывальники с двумя кранами вот сейчас как-то все больше даже вода идет из того из того холодная крана но вообще это говорит опять же уже с жутком консерватизме англичан которые не хотят менять свои традиции вот у них были раньше вот эти вот два крана для горячей для холодной воды они продолжают их использовать хотя уже давным-давно можно купить смеситель но они предпочитают вот два крана и раньше даже вот закрывалась вот эта вот история вот и мыли руки там и умывались в этой раковине поэтому она такая глубокая но сейчас конечно до такой идиотизма не доходят а вот краны двойные так и остались не удивляйтесь друзья ну да внутри отель гораздо лучше и даже современно как вы видели смотрится не так рутинно как обычно руина я имею ввиду даже видите бассейн вам показываю он конечно под открытым небом здесь бассейн но может быть бывает время как-то тепло и люди купаются кто-то предпочитает океан кто-то бассейн но я подошла спросила там всего лишь официанты сейчас потому что ужин вот сказали что пока сейчас никого нет оставьте свой номер телефона мы вам перезвоним но в принципе это как обычно хотя здесь может быть даже и перезвонят это не так как у нас обычно знаете говорят перезвоним и никогда не перезванивают но я взяла их визитку также сама позвоню еще отель мне понравился внутри очень даже красиво не знаю как вы думаете мне показалось очень красиво и потом вот видите вот у него здесь парковка и судя по тому сколько много машин на парковке значит много людей также хотя там и пусто вроде но может быть час люди готовятся спуститься вниз на ужин как-то так хотя я же как вы понимаете уже теперь не в какие горничные не собираюсь идти я хочу идти по своей специальности спрашиваю работу частичную занятость я ищу для тех кто не понял объясняю еще раз мне там сказали что люди не поняли что имеется ввиду я ищу частичную занятость чтобы помочь разработать бизнес-планы прайс-листы меню разработать понимаете какие-то цены на услуги рассчитать стоимость номеров рассчитать потому что везде она рассчитывается все время разное понимаете от сезона зависит от всего поэтому теперь я стучусь каждую дверь отеля здесь слава богу полно вот еще один отель пожалуйста прям рядом и хотя это опять же берег шанклина и довольно далеко ну я уже ездила мне не привыкать это 8 миль от моего дома но и потом вы же понимаете что как я уже сказала волка ноги кормят вот и все ищем ищем ходим работу только ножками все но ножками то ножками ножи еще же и колесиками наверное да понимаете без машины никуда такой холодных отель вот такой старый дом это вот холоды хом про который я говорила сейчас поднимемся посмотрим здесь по моему тоже 6 квартир по две квартиры по две комнаты нет даже вот три комнаты три комнаты на каждом этаже вот такой маленький отель ничего особенного третий этаж 6 комнат как я спросила у пары сейчас которая там сидит на улице они здесь снимают один номер они сказали что даже завтрака здесь нет вот сколько стоит сейчас прошу у жены муж не знает вот тут такие брошюры всякие немного информацию на доске и все здесь даже ресепшена нет ни колокольчика ничего как тут найти того кто может мне объяснить больше непонятно я обошла вокруг этого домика вот здесь парковка вот так он сзади смотрится и вот так вот он смотрится спереди очень обычный я нашла хозяйку в конце концов с трудом она здесь рядом живет у нее дом там за этим отелем она сказала что стоит в день 60 фунтов без завтрака просто вот постель ну вот не знаю 60 фунтов с человека если берете смотря какой номер можно дешевле она сказала но там совсем маленький вот наверху а если более-менее нормальный 60 фунтов в день этот отель и расположен также в вентнере это не отель а холод и хоум называется здесь потому что ну понимаете 6 маленьких комнаток конечно же трудно назвать отелем я почему вам его показала потому что это как раз то же самое что я вам рассказывала в прошлом видео вот такой же ну не такой же даже лучше викторианский дом который можно было здесь раскрутить который купил неудачно новый русский вот приехал сюда куда мог свои деньги вложил а теперь вот если учесть что 90 конца 90-х годов он сюда приехал и все это купил то подставляете больше двадцати лет все это у него стоит без движения такие вот вложения называется что сами не могут разрулить еще деньги жалеет заплатить кому-то чтобы ему сделали вот такой вот холод и хоум о том и речь чтоб скупой всегда платит дважды вот сейчас я хотела кстати найти где его этот дом посмотреть как он себя там чувствует но я даже забыла название улицы вы знаете вот по карте надо смотреть примерно представляю где это но настолько для меня вентнер темный лес что я уже дважды пыталась тоже найти не могу найти хотела показать вам как выглядит этот дом он уже с торгов снят он от квартиры он уже не продает но если дом стоит двадцать лет пустой представляете как он постепенно разрушается сырость это все не отапливается не следится что там может быть почему-то почему-то рыжие коты меня страшно любят вот смотрите еще один пришел рыжий кот и начал об меня тереться ну чего ты хочешь видите вдруг такой прям друг такой сердечный боже мой ну ой 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 это вот коты которые хозяйские живут не тужат чудесно себя чувствуют видите какой вот какой дружок нашелся вообще вот такой холод и хоум здесь в англии любят англичане отдыхать в маленьких таких вот домиках чтобы никто не беспокоил вот в таком тихом месте уютном гулять сидеть на солнышке на его знаете в общем как бы неплохой бизнес но это считается у них семейный все таки бизнес семья до нее живут может быть даже в том же отеле и этот отель сдают кстати такой же семейный бизнес кто в курсе моей истории как я устроилась работать в прошлом году в такой же семейный отель до в шанклиде и как меня там обманули в общем сначала взяли на ресепшен а потом полностью на меня свалили убирать весь третий этаж и без проблем у них это все дело делается ну то есть что хотят то и воротят получается я то что хочу сказать что этот отель он холод и холм он дает прибыль неплохую и люди в общем довольны и живут на этом всем всей семьей вот этот бизнес как бы у них такой семейный строят до хватает на жизнь очень хорошо а что вот этот товарищ почему свои деньги пустил на ветер непонятно и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok